еще раз напомню про авторскую лазурь мы брали два компонента брали перламутровую краску типа таченко и брали декоративную краску перламутровую типа жемчужинки где-то в соотношении 1 к 1 что там получается там конечно крепость увеличивается то есть есть такой привод прихват материала происходит можно на стену дату где-то подрывать мама и море было упущение надо было еще добавить почему и нужен клей почему нужен клей обои да вот этот момент крепость он его немножко разбавляет крепость да мы тоже время дает этот момент работы скольжение то есть не до того прихватывать как было первое лазурь который мы делали на основе клея но предыдущей серии там это этой проблемы нет а сегодня немножко конечно на будущее да я возьму на вооружение что если дело один к одному продвину с миражом то нужно добавлять еще обязательно крем для того чтобы было вот это вот скольжение не было вот этого прихвата то есть материал не так быстро сух не было такой крепости ну и за качество тоже и больше волновало чтобы она была бронебойная да там можно было чуть ли не сашланды набивали вот и еще что мы добавляли мы еще добавляли универсальный краситель да в нашу лазурьку тоже то что я забыл сказать что еще у вас еще будет дальше переходить в гостиная мы там тоже будем делать и потолок будем делать я думаю планируется и много ярусного ярусный потолок и показать это красота а потом посмотрите уже как она есть в таком виде мы будем делать на потолке декоративку но видно это будет дамаски шо как я планирую вот тот же арену на стенах тот же год переход будет марракешек на стенах там будет он планирует камень декоративный и мы сделаем в одном уровне двухуровневый еще тоже будет там дамаски шелк только оттенок будет светлее и на потолке еще светлее вот такая задача стоит на следующем может быть недельку если у нас все сложится благополучно не переключайтесь собрайтесь фонами до новых встреч до новых встреч в эфире я вам еще раз могу у нас спецфордом будет по себе посмотри там вот как включаем вот 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 вот